МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как спастись от жары и что делает клоун в центре города? На эти и другие вопросы отвечают пользователи социальных сетей. О том, что еще произошло в городе и области в четверг 23 июня, расскажем в ближайшие минуты. В эфире Первого городского служба новостей город. В студии Кирилл Попов. Здравствуйте. И к главной теме. В аэропорту Храброво умер ребенок, месячный мальчик. В Калининграде он проходил лечение в кардиоцентре. Ему поставили диагноз – врожденный порог сердца. Накануне родители планировали вернуться домой в Ульяновск. Ведь, по словам медиков, в кардиоцентре младенца успешно прооперировали еще месяц назад, после чего он находился под тщательным наблюдением и был выписан в удовлетворительном состоянии. Но уже по дороге домой в аэропорту что-то пошло не так. Предположительная причина смерти – младенец болел врожденным пороком сердца, и с этим состояние его ухудшилось, и он скончался во время оказания ему медицинской помощи. Также выяснилось, что мама мальчика приехала к нам в город на роды и последующую операцию. Ребенок появился на свет 18 мая. Сейчас следователи проводят проверку и в ближайшее время обещают рассказать точную причину смерти младенца. И к другим темам. Тротуар «Раздора». Жители Ленинградского района возмущены строительством пешеходной зоны возле детского сада на улице Куприна. Недовольны все – и водители, которым теперь негде парковаться, и жильцы восьми соседних домов, которым мешают автомобили. Почему, когда одни жалуются на качество асфальта и отсутствие тротуара в городе, другие подписывают петицию против их укладки? В проблеме разбиралась моя коллега Нина Чешкова. Тема дня – правовая поддержка Татьяны Зубатовой. Все виды юридических услуг. Это полный подлог. Кто бы мы решили ставить здесь машину? А я тут пришлось еще 300 подписей принять. Вы уже собрали 100 подписей против этого асфальта. А я приняду 300 завтра. Чего языком ляпа? Чего языком ляпа? Такие эмоциональные сцены в этом дворе теперь не редкость. С тех самых пор, как стали строить пешеходную зону, поделить, женщины не могут тротуар. Жительница дома по улице Куприна Татьяна Подпригора уверена – от него будут одни неудобства. Бульдозер уже срезал часть дороги. И теперь во дворах, по словам женщины, транспортный коллапс. Еще до начала ремонта люди парковали машины вот здесь, прямо у забора детского сада. Теперь это будет тротуар. По словам местных жителей, он корень их бед. Ведь утром и вечером у детского сада разворачивается самая настоящая война – запарковочные места. Нас, как жильцов этого дома, никто не спросил, как будет удобно для всех. Мы не то, что вот мы хотим. А этот вопрос можно было решить, как было бы удобно. Городу, если они хотят облагородить, мы только за. И как жильцам, и какая у нас проблема. Нам делают тротуар, который нам совсем не нужен. Кроме того, что он нам не нужен, что жильцы за него подписи не ставили, этот тротуар усугубляет нашу проблему в чем? У нас стоят ливневые воды в подвале и перед домом. То есть образуются огромные лужи, через которые мы как бы чуть ли не вплавь переправляемся. И эта проблема сейчас усугубится, потому что у нас поднимает тротуар. У меня вдоль забора, всего вдоль забора, ставят теперь машины. Вряд. Я из двора вообще не могу выйти. А как сделают этот бордюр, вся вода будет у меня во дворе. Местные жители не понимают, как их улица попала в программу ремонта тротуаров. Ведь никто властям не жаловался. Зато сейчас обратились в прокуратуру и администрацию города и собрали 200 подписей против. Но этим не ограничились. По словам подрядчиков строящих тротуар, калининградки буквально грудью бросались на экскаватор, пытаясь помешать работам. Они встали под ковш, стали вызывать полицию, наряд полиции, сказали, мы не дадим вам работать, вы не будете работать. Встали под ковш экскаватора, потом попросили соседа поставить машину, заблокировать экскаватор с другой стороны. Даже ордер на раскопки на женщин не подействовал, рассказывает Сергей. Поэтому строителям пришлось пригрозить судами за срыв обязательств по контракту. Впрочем, далеко не все жители против новой пешеходной зоны. Мы очень рады, что построят тротуар, потому что для пешеходов вообще нет практически никаких пешеходных дорожек. Все передвигаются по тропинкам, либо теснятся каким-то забором, пожмутся к машинам, чтобы тут дорога все-таки. Машины очень часто ездят, особенно когда деток забирают. А вот жильцы дома номер 20, помимо всего прочего, опасаются, что их затопит во время продолжительных дождей. Они уверены, это обязательно случится после установки бордюра нового тротуара. Деды и наши отцы защитили эту землю от фашизма. Я же сегодня в современной России не могу отстоять у властей свою улицу, на которой стоит мой дом. Если мэр Ярошук считает, что деньги налогоплательщиков он может закопать как хочет, то я хочу сказать, что мы свои собственные деньги, за которые мы обустроили свою дорожку, для того, чтобы ходить красиво по жизни, а не прыгать в сапогах. Поэтому я прошу, взываю весь Калининград, жителей Калининграда, помочь нам решить эту проблему. В мэрии тем временем строительство тротуара объясняют необходимостью обезопасить детей, воспитанников детсада. Александр Ярошук пояснил, что пешеходную зону стали строить исключительно по заявкам родителей. Я согласен, мне то, что жители хотят оставить так, как раньше у них было в виде стоянок, вместо тротуара, я приоритет выберу, конечно же, тротуар, а не стоянки. Поэтому позиция здесь, мне думаю, понятная для всех, и жители пусть не обижаются. По словам градоначальника, всего в нашем городе запланированы подобные работы на 70 объектах. Однако совсем недавно мэр заявил, что горожане готовы отказаться от новых тротуаров вообще в пользу празднования Дня города. Нина Чешкова, Эдуард Коновалов, Служба новостей город. Спонсор темы дня – правовая поддержка Татьяны Зубатовой. Все виды юридических услуг. В области началась подготовка к строительству нового ветропарка. В Мамоновском районе уже смонтировали метеоизмерительную мачту высотой 80 метров. О том, как будет выглядеть новый ветропарк, пока не сообщается. Известно, что к строительству привлекут китайских инвесторов. Какие еще новости сегодня обсуждали в Калининграде, расскажем далее короткой строкой. Партнер рубрики «Короткой строкой» – группа компании «Ваш ломбард». Подъезды к мосту на Суворово в этом году реконструировать не будут. Об этом заявил Александр Ярошук. Причина – банальная нехватка денег. Поэтому автомобилисты будут пользоваться теми подъездами, которые есть сейчас. С 23 по 26 июня пригородные поезда начнут ходить чаще. В Светлогорском направлении добавятся четыре состава, в Зеленоградском – только три. Электрички будут отправляться с Южного вокзала. Ознакомиться с полным расписанием можно на сайте Калининградской железной дороги в разделе «Пассажирские перевозки». Лучшие курсанты пограничного института и их иностранные коллеги из Армении, Казахстана и даже Вьетнама поучаствовали в походе по местам боевой славы. Акция была приурочена ко Дню памяти и скорби. Военнослужащие прошли несколько десятков километров за сутки и жили в палаточном лагере. 23 июня свой 90-летний юбилей отмечает Барк Крузенштерн. День рождения судна совпал с началом очередного рейса. Сегодня парусник покинул Калининград до сентября. В планах членов экипажа – участие в международных регатах. Въезд в Россию для иностранных болельщиков во время Мундиаля-2018 будет безвизовым. Для этого фанаты должны получить карту зрителя. Она выдается при наличии билета на стадион. Кроме просмотра игр, документ разрешает бесплатный проезд по городским и пригородным маршрутам. Партнер рубрики «Короткой строкой» – группа компании «Ваш ломбард». Будем выбирать. В городской совет депутатов – областную и государственную думу. В Калининградской области стартовала масштабная избирательная кампания. Единый день голосования назначили на 18 сентября. В этот день придется поставить свои галочки аж на трех билетенях сразу. В других нововведениях журналистам рассказала председатель Центральной комиссии Инесса Винярская. Как выяснилось, самое главное новшество для кандидатов – на этих выборах не будет досрочного голосования. А вот избирателей 18 сентября сразу в трех районах ждет серьезный сюрприз. В городе Калининграде, в Багратионовске, в Гурьевске они получат одномоментно на руки шесть избирательных бюллетеней. Вот такая вот будет интересная ситуация. Никогда такого не было. То есть два бюллетеня по Государственной думе, два бюллетеня по Областной думе и два бюллетеня по муниципальным выборам. Потому что на всех этих трех видах выборов уровня будет применяться смешанная система. И одномандатники, и выдвиженцы партии. В целом горожанам предстоит выбрать 28 депутатов городского совета и 40 в Калининградскую областную думу. Точные списки кандидатов избирком обещает опубликовать к середине августа. С более подробной информацией о предстоящих выборах можно познакомиться на официальном сайте региональной избирательной комиссии избирком39.ру. Познакомиться с уличной культурой графитчиков или позагорать на берегу озера. А может остаться дома и посмотреть интересный фильм – решать вам. Мы в свою очередь готовы помочь определиться с выбором, чем заняться в предстоящий уикенд. Партнер рубрики «Планы на выходные» компания «Фермерское мясо. Три поросенка». В субботу 25 июня Калининград отметит День молодежи. Празднования пройдут на Верхнем озере. В программе спортивные соревнования, парусная регата, музыкальный фестиваль, велошоу и многое другое. Также для всех желающих будет работать зона для загара. Начало в полдень. А вот любители искусства в эти выходные смогут посетить выставку «Сны о городе». Привычных картин вы не увидите, зато познакомитесь с уличными граффити. Своей работой в стиле глич-арт представит московский художник Сергей Овсень. Также посетители станут свидетелями первого батла среди местных уличных артистов. Выставка пройдет на площадке одного из отелей города у спорткомплекса «Юность». Прикоснуться к прекрасному смогут и любители музыки. Причем весьма необычном для этого месте – в Калининградском зоопарке. 25 июня там выступит джазовое трио «Фиеста». В программе концерта грустная и веселая, зажигательная и меланхоличная музыка, латиноамериканские ритмы, чувственные гитарные партии и запоминающийся вокал. Начало представлений в 17.00. В жаркие июньские выходные многие калининградцы наверняка захотят выбраться на шашлыки. Благо погода позволяет. Выходные выйдут солнечными, а за окном плюс 30. Многие уже озадачены поисками подходящего мяса. Свинину, говядину, баранину и другую мясную продукцию можно купить в сети магазинов «Три поросенка». Ну а для тех, кто предпочитает домашний отдых, Первый городской канал подготовил сразу два фильма. В субботу смотрите драму «Игра без правил» о интригах в управлении американского ЦРУ. К слову, фильм основан на реальных событиях. А в воскресенье вас ждет историческая картина «Александр» о знаменитых походах Александра Македонского. В чем секрет гениального полководца и почему закончился его грандиозный поход? Ответы в нашем эфире. Начало киносеансов в 20.00. Хороших вам выходных. Проводите их вместе с Первым городским каналом. Партнер рубрики «Планы на выходные» компания «Фермерское мясо. Три поросенка». Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. Не доехали до Франции. В 100 километрах от Варшавы погибла семья болельщиков из России. Они направлялись на чемпионат Европы по футболу. По данным польских СМИ, автомобиль врезался в стоявший на обочине грузовик. Выжить удалось только 10-летней девочке на заднем сидении. А вот родители скончались до приезда скорой. По предварительной версии, у мужчины-водителя случился сердечный приступ. Точные обстоятельства пока выясняются. Далее наш эфир продолжит рубрика «Место происшествия». Партнер рубрики «Место происшествия». Дорожно-транспортная помощь. Служба 050. Чудеса на виражах демонстрируют местные водители под Калининградом. По словам очевидцев, к такой езде мужчину привел необдуманный обгон. К счастью, второму автовладельцу удалось вовремя среагировать. Обошлось без пострадавших. А вот это ДТП, к несчастью, завершилось летальным исходом. О страшной аварии мы рассказывали еще на прошлой неделе. ДТП произошло 19 июня в Гуревском районе, около поселка Константиновка. Как рассказывают очевидцы, девушка вылетела в кювет и несколько раз перевернулась. Почему так произошло, до сих пор остается загадкой. Поэтому родные погибшие 26-летний Александр ищут свидетелей. Если у вас есть какая-либо информация, звоните по телефону, который видите на своих экранах. Взрывоопасная находка. В Калининграде на месте Королевского замка нашли три снаряда времен Великой Отечественной войны. Сейчас боеприпасы под охраной сотрудников ППС. В ближайшее время саперы вывезут их на полигон и уничтожат. Полицейские, в свою очередь, напоминают горожанам. Если вы обнаружили оружие, снаряды или взрывчатые вещества, звоните по телефону 02 или 102. С наркотиком в машине сегодня днем задержали 21-летнего калининградца. Инспекторы ДПС остановили автомобиль марки «Вольво» для проверки на улице Александра Невского. По словам полицейских, молодой водитель вел себя нервно, на поставленные вопросы отвечал не в попад. В итоге в салоне у него нашли два свертка с сильнейшим синтетическим наркотиком. Нарушителю грозит серьезный тюремный срок. Светлана Федорова, служба новостей «Город». Партнер рубрики «Место происшествия», «Дорожно-транспортная помощь», служба 050. И к другим темам. 10 километров препятствий, половина из которых приходится на воду. На полигоне «Хмелевка» в самом разгаре – Балтийская дерби. Это конкурс по полевой выучке среди морских пехотинцев. Позади у бойцов три дня самых серьезных испытаний. А сегодня прямо на глазах у нашей съемочной группы они показывали навыки управления бронетранспортером. Боевая стрельба завершает полосу препятствий. Прежде чем добраться сюда, морпехам пришлось преодолеть 28 испытаний в виде воронок, траншей, рвов, минно-взрывных ограждений и, конечно же, водных преград. Ну а с берега пехотинцев яро поддерживали сослуживцы. И Тихоокеанский флот, и Черноморский, и Каспийская флотилия, и Северный флот, ну и хозяева полигона Балтийский флот. Они показывают в своем мастерстве владение оружием, владение техникой и общую выносливость и смекалку. Оценки экипажам-участникам выставят за общее время прохождения маршрута. Конечно же, с учетом результатов стрельбы и личной физической подготовки. Кто станет чемпионом в этом году, станет известно 24 июня. Конкурс морпехов завершится показательными выступлениями. Воздушная акробатика, брейк-данс, восточный танец, поппинг и вейвинг как способы покорить столицу. Семеро калининградцев прошли региональный предкастинг популярного шоу «Танцы». Теперь наши земляки выступят в Москве перед взором настоящих танцевальных гуру. При этом у каждого участника своя мотивация и мечта. Чем калининградцы будут покорять зрители и жюри и зачем танцевать в телевизоре, узнавал мой коллега Марк Шкода. Калининградским талантам надоело сидеть дома. Пришло время продемонстрировать свой дар всей России и даже всему миру. Уже завтра семеро главных калининградских талантов отправятся в Москву, где примут участие в кастинге шоу «Танцы». От хип-хопа до брейка Сергей Юртаев владеет всеми техниками уличных танцев. Тренируется по три часа в день и так уже без малого 10 лет. В этом году закончил калининградский мус-колледж, но главная страсть Сергея – именно музыка в движении. Даже задавался вопросом, что будет, когда вот сломаю себе что-то и мне скажет доктор, что вот, Сереж, ты больше не танцуешь. И для меня это самый страшный момент пока что в жизни. То есть я не представляю, как я буду не танцевать. Сергей рассказывает, танец для него не просто хобби, а стиль жизни. И, возможно, с помощью участия в конкурсе получится сделать его и профессией. Для нового опыта, для того, чтобы посмотреть, как занимаются танцами на профессиональном уровне. Потому что это профессиональный уровень, это именно работа. Это работа над собой, работа над своей техникой, над своими умениями. Я вот для того, чтобы понять, как можно еще работать этим. А вот Моника Межанец даже имеет соответствующее образование. Она отучилась на хореографа в БФУ имени Канта. Умеет виртуозно сочетать в своих выступлениях народный танец с воздушной акробатикой. Впрочем, на этом Моника решила не останавливаться. В Москву едет, чтобы отточить мастерство под чутким руководством Егора Дружинина и Мигеля. Узнать, может быть, мне что-то еще нужно дорабатывать, что-то доделывать. Ну, в общем, мне хотелось бы, чтобы меня проконсультировали и сказали, в какое русло мне себя направлять. И если Моника использует для своего выступления металлический обруч, то часть образа Татьяны Брекоткиной – красочный костюм. Ведь ее стихия – восточный танец. У нас есть профессиональные швей, которые занимаются изготовлением этого костюма восточного. То есть мы отдаем все ткани, все стразики, все это покупается. И потом шьется и танцуется. Из слов танцоров становится ясно – участие в шоу интересно им по разным причинам. Кто-то хочет заработать денег, кто-то – познакомиться с известным продюсером или продвинуть в массы свое направление. Но есть и те, кому кальнинградские площадки стали малы для самовыражения. Смотрите, на что ты готов сам. Может, у тебя что-то откроется еще, о чем ты не знал. Потому что на кастинге мне говорили, что во мне там что-то видят такое, какое-то необъяснимое. Я вот это в себе не вижу, но мне говорят, мы в тебе видим то-то, то-то, ты там такой-то. Думаю, ну, приеду, посмотрим. Показать ирландские танцы на большом телевидении и, может быть, внести что-то в ирландский танец, что-то новенькое. Шоу-танцы стартовало два года назад, и телезрители увидели уже несколько сезонов проекта. Главный приз – 3 миллиона рублей для победителя. При этом для многих этот проект – шанс попасть в шоу-бизнес. Например, сняться в клипе известного исполнителя. Илья Зиневич, которого прозвали «Мальчик без костей», уже был участником основного состава шоу. Юноша поразил жюри своим необычным танцем в стиле флексинг. Правда, дальше кастинга пройти не удалось. Но Илья не расстраивается, участие все равно оказалось для него очень полезным. Теперь его приглашают на различные выступления и в новые проекты. Меня приглашали в новый проект, ну, не совсем в новый, он уже плывал. По-моему, 6 или 7 лет, я точно не помню, называется «Танцуют все», он на Украине. К слову, в этом году Илья снова участвовал в кастинге шоу. Но в этот раз удача ему не улыбнулась. А те же, кому посчастливилось попасть на просмотр, уже на следующей неделе попробуют превзойти достижения своего коллеги. Марк Шкода, Эдуард Коновалов, Служба новостей город. Марк Цукерберг получил приз Союза журналистов Казахстана. Премию основателю Фейсбука присудили в номинации «Интернет-проект», который объединил миллионы. Почему только сейчас, организаторы не уточняют. Знает ли об этом событие сам Цукерберг, пока тоже неизвестно. Впрочем, в Калининграде произошла похожая ситуация. Но об этом и не только. Подробнее расскажет Павел Яркович в своем обзоре социальных сетей. Всем привет! Выборы выборами, а вот множество портретов кандидатов на стенах домов, почтовых ящиков, мусорных контейнерах, остановках. Очень смущают жителей Калининграда. Собственно, поэтому такое видео. Активисты гражданского фонда предложили всем, кого волнует проблема незаконной расклейки, скачивать бесплатное приложение и фиксировать нарушения. А тем временем российский футбол никому не дает покоя. И один калининградский блогер придумал вот такое решение. Я являюсь диванным экспертом в области футбола. Виталий Леонтьевич, мне кажется, я выражу мнение большинства любителей футбола в нашей стране. И очень хочу попросить у вас уйти в оставку. Потому что это *** Виталий Леонтьевич. Смелое заявление. Если Мутко это вдруг услышит, его реакция будет примерно такой. А может и very-very absolutely no, скажет он. Вот уже несколько дней подряд меня и множество калининградцев гложит несколько вопросов. Кто это и что он делает? Я знаю, знаю, он играет барабанными палочками на ножницах в маске клоуна. Но почему, зачем и вообще что это за вид искусства остается загадкой. Знаю одно, у него уже начинают появляться подражатели. Кстати, вы заметили, что сегодня был достаточно жаркий день. И дети на верхнем озере веселились как могли. Но сегодня было жарко не только людям, но и животным в зоопарке. Поэтому холодная ванна самое то. Вы смотрели социальные сети. Заходите к нам в группу ВКонтакте. Участвуйте в конкурсах и розыгрышах. Делитесь фото и видео с хэштегами Калининград и Первый городской канал. С вами был Павел Яркович. Увидимся завтра. Чем запомнился калининградцам четверг и какие у них хорошие новости? Они расскажут сами в нашем традиционном опросе. Партнер рубрики «Хорошие новости» компания Кёнигдорс. Я в отпуске. Ой, хорошая новость. А мы сейчас получили для наших детей книжки волонтеров. Это хорошая новость. Я вышел в город, тоже классно. Сессию закрыл. Ну, все позитивно в общем. Сегодня с утра я ходила в клуб «Здоровый образ жизни». Мы все пили вкусный, полезный коктейль. Общались с клубниками. Приятно проводили время. И мы это делаем каждое утро. Приобрели прекрасные духи для мамы. Ну, я побывала в том месте, куда я стремилась сегодня. Зашла в храм. Тоже на душе хорошо. Ну, сейчас еду в Пионерский домой. На учебу иду. Все равно хорошая новость. Встретила свою подругу, которую давно не видела. Вот сегодня пойду с ней на море. Погода замечательная. Центробанк установил курсы валют на пятницу. Как изменились доллар и евро, расскажем далее. Партнер рубрики «Курсы валют» магазины финской одежды «Лухта» и «Сампа». Курсы валют на 24 июня. Доллар США – 64 рубля 32 копейки. Евро – 72 рубля 90 копеек. Польский злотый – 16 рублей 63 копейки. Партнер рубрики «Курсы валют» магазины финской одежды «Лухта» и «Сампа». И по традиции завершает наш выпуск «Прогноз погоды на завтра». С ним вас познакомит наша ведущая Юлия Слынько. Спонсор прогноза погоды – компания «Оконный континент». Здравствуйте! 24 июня, по народному поверью, день Варнавы. Считалось, что именно с этого дня по полям и лугам начинает гулять неведомая сила. Интересно, что разгул нечисти именно в этот день начинается в дневное время, а не в полночь, как мы привыкли слышать. Это были народные приметы, а о погоде на завтра расскажем далее. Завтра днем в Калининграде жарко и малооблачно – плюс 29 градусов. Вечером тучи рассеются, но температура упадет до плюс 23. Ветер западный – до 1 метра в секунду. Кстати, в соседнем Гданьске тоже жарко – плюс 28. Спонсор прогноза погоды – компания «Оконный континент». Если вы стали свидетелем интересного события и даже успели заснять это на камеру своего мобильного устройства, звоните к нам в редакцию по номеру 555-085. А на этом наш выпуск подходит к концу. Это были все новости, о которых мы успели рассказать к этому часу. Как будут развиваться события, вновь покажет служба новостей «Город». В студии был Кирилл Попов. Всего доброго. Увидимся в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова